Мне кажется, что все, кто играет или только планирует поиграть в No Man's Sky, интересуются вопросом, где взять бабла на новый супермодный корабль. И сегодня я вам предоставлю достаточно вариантов того, как это можно сделать. Во-первых, тупо собираем все и продаем тоже тупо все. Это самый простой и самый неэффективный способ заработка денег, поэтому забудьте про него. Он годится лишь для первых 15 минут игры. А вот первый нормальный способ это торговля межгалактическими ценностями, которые мы собираем с ценных сундучков, получаем от благодарных инопланетян или выбиваем из стражей. Каждая такая штука может стоить от 10 до 50 тысяч юнитов. Часто выгодно иметь одну такую штуку, чем полную ячейку даже редкого ресурса. Более того, существуют целые планеты, где можно в бесчисленном количестве найти вортекс кубы или растения мухоловки, в которых можно добыть гравитина, это такие светящиеся зеленые шары. Этих ресурсов там очень много и стоят они просто неимоверных денег. Но тут все зависит от удачи. Найдете планету, вы богаты. Не найдете, ищите дальше. Я пока не нашел, поэтому пользуюсь следующим способом. Если вам нужны большие деньги здесь и сейчас, то самый действенный способ это собирать один-два самых дорогих и самых массовых ресурсов на планете. Обычно ценный ресурс это что-то вроде алюминия, серебра, золота, ну и так далее. Но не те, которые растут породами и выходят на поверхность, а те, которые в виде кристаллов в пещерах, так как их легче уничтожать и с них выпадает гораздо больше элементов. Они обычно помечаются как сундучок с сокровищем. А также это энергетический ресурс, ну например плутоний. Нужно найти место, где присутствует терминал галактической торговли, а также разветвленная система пещер неподалеку. И просто идем добывать. У меня за один-два удачных захода набиралось более одного миллиона юнитов. Но тут нужно всей душой любить гринд. Как совет могу сказать, что в идеале на мультитуле необходимо иметь как можно больше установленных сканеров. Так как в нашем вопросе знание рыбных мест это главный ключ к богатству. Во-вторых, нужна подходящая планета. Есть мнение, что чем более суровый на ней климат и условия выживания, тем более ценные на ней ресурсы. Также есть мнение, что чем ближе к центру вселенной планета, тем больше на ней редких ресурсов. Именно поэтому я первым делом полностью вычислил свою родную планету и заработал на хороший корабль. А потом, практически без остановок, направился в район центра вселенной. И еще кое-что. Чем больше у вас места в инвентаре скафандра и инвентаре корабля, тем больше вы сможете унести за раз. Поэтому все ненужные технологии, которые вы можете воссоздать, ломайте и идите фармить. Последний, опробованный мною способ и один из самых простых и безопасных, это барыжничество. Какое сладкое слово. Просто летим на ближайшую космическую станцию, закупаемся целевым ресурсом на весь трюм и идем продавать прилетающим торговцам. Суть в том, чтобы купить подешевле, а продать подороже. Чем больше разница, тем больше навар. Но по мне способ довольно скучноватый. Я больше люблю гринд. Но решать вам. А деньги с него можно заработать очень даже неплохие. И черт возьми, чтобы показать этот способ, мне пришлось впервые покинуть свою планету. Ощущения странные. Хочу вернуться обратно. Также я знаю еще о трех способах заработка денег. Во-первых, это выслеживание торгово-крузовых кораблей до их склада. И, соответственно, нападение на него с целью получения всех ресурсов. Эдакий космический пират. Сам еще не пробовал, но думаю, это должно быть интересно. Во-вторых, это использование бага с сохранениями. Загружаем собственный инвентарь самыми дорогими ресурсами. Дважды подряд сохраняемся и умираем. Например, от стражей. Грузимся на предпоследний сейф. И в итоге у нас и полный инвентарь, и могилка с дубликатами всех ресурсов. Я не хочу пользоваться этим способом, но рассказать вам о нем был просто обязан. И в-третьих, есть некая игровая особенность, завязанная на динамический резонатор. Но я не знаю, как это работает. Пишите в комментариях, кто что слышал об этом способе. Я просто еще не добрался до этой технологии. Ну, допустим, вы заработали 100 миллионов юнитов. На что их потратить? У меня даже вариантов нет, это только корабль. Так как все расходники, участвовая наш бюджет, уже стоят копейки. Причем, как я заметил, как таковых лимитов кораблей нет. Чем лучше у вас корабль, тем лучше корабль вам в итоге будут предлагать на закуп. Но корабли это отдельная тема. И они, пожалуй, в следующий раз. А на этом все, ребята. С вами был Ивус Ребус и просто канал об играх. Видео заслужило лайка и подписки на канал. Надеюсь, эта информация оказалась полезной. Если вы знаете еще способы быстрого и эффективного заработка, делитесь ими в комментариях. А мы увидимся в следующем видео. И на этом всем пока-пока.